Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. На прошлой неделе мы увидели, как важно, когда человек соглашается с Божьим порядком. Это производит Божью активность в его жизни. А эта Божья активность производит изменения, славное изменение. Производит исполнение воли Божьей. И чему это учит нас? Это учит нас взаимосвязи утверждения, исполнение воли Божьей и проявление Божьей славы. А когда проявляется Божья слава, происходят хорошие вещи. Это мы и видели. Вы помните, что мы сосредоточились на женщине, языческой женщине, а конкретно хананьянке. И мы увидели, что слово хананьянка имеет еврейское происхождение и означает подчиняться, покоряться. И как нам это понимать? Как признание Божьей власти чьей-то жизни. Когда мы делаем это, подчиняемся его власти, желая его воли, утверждая Божий порядок в этом мире, какой будет результат? Благочестивое изменение, которое приведет к богодному результату. И в итоге поклонение — это не формальное поклонение, но угодное Богу. Истинный отклик, поскольку Бог со своим народом. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 15 главу. Евангелие от Матфея, 15 глава. Мы начнем с 29 стиха. И здесь есть результат. Мы увидели, как я делился с вами, что женщина утверждает, получает, покоряется Божьему порядку. И она переживает благословение Божье в своей жизни. Сейчас мы увидим, что это подчинение Божьему порядку. Его целям — это именно то, что должно произойти с людьми, с теми, кто останется для того, чтобы Царство Божье было установлено. И цель этого первого отрывка, который мы рассмотрим сегодня вечером, — научить читающего, вас и меня, его учеников тому, чего нам ожидать. Когда Божий порядок будет принят, когда Ему подчинятся, каков результат воли Божьей? Будет переживание Царства. И именно это описывают данные стихи, 29 стих. «Перейдя оттуда, пришел Ешуа к морю Галилейскому». Это слово означает «рядом», «вблизи». Все это подчеркивает местоположение около моря Галилейского. А почему это важно? Что ж, пророчески. Я и снова, и снова обращаюсь к пророчеству. Почему? Потому что пророчество дает нам линзы, точку зрения, перспективу для понимания Нового Завета. Столь многое из того, что Мессия говорил, столь многое из того, что Мессия делал, все это было основано на его исполнении пророческого откровения. И в данной части Писания это выделяется. Обратите внимание на это слово, которое означает «близко» или «вдоль». Греческое слово «пара». И оно появится снова через несколько стихов. И есть значимость в повторении этого слова. «Галилейское море», согласно пророку Исаии, это то место, где начнется откровение Мессии. Его откровение дает указание на то, что он в конечном итоге осуществит. Мы имеем предвкушение этого здесь, в этом самом месте, которое выделяет Исаия. И это же снова делает и евангельское описание. Еще раз. «Перейдя оттуда, пришел Иешуа». То есть Иисус из Назаряда. Слово «там» придаёт последней фразе эмфатическое значение. Нам снова надо понимать это с пророческой точки зрения. Давайте поразмыслим о слове «гора». Слово «гора» пророчески часто относится к месту правления, власти и авторитета. И это подразумевает царство. Мы знаем, что царство начнется, когда Господь господствующих, царь царей, я говорю о самом Иисусе, когда Он воссядет в святом городе Иерусалиме, чтобы начать править тысячу лет в тысячелетнем царстве. А сейчас мы увидим предвкушение. Следующие несколько стихов учат нас тому, чего нам следует ожидать в тысячелетнем царстве. В царстве Божьем мы увидим порядок, который будет осуществлён. И здесь снова то, что мы видели на прошлой неделе. И это будет повторено снова, чтобы подтвердить, научить, подчеркнуть то, что порядок Божий производит восстановление. Он восстанавливает всё в такое состояние, которого всегда я хочу подчеркнуть. Всегда Бог хотел. Но, впрочем, была проблема. Что неблагоприятно повлияло на этот порядок? Ответ — грех. Итак, Мессия будет править царством, которое открывает восстановление времени. Когда грех не правит, грех не демонстрирует свою силу. Итак, Ешуа восходит на гору. Обратите внимание, что на ней делается акцент. И он сел там. Это приходит нам на ум. Когда Мессия воссядет на престоле, посмотрите 39 стих. «И множество народа». Буквально слово «множество» — «много». Термин «много» в греческом языке может быть как в единственном, так во множественном числе. На английском это невозможно. Поэтому Новый Завет Бог вдохновил написать его на греческом, потому что это такой точный, конкретный язык. Здесь подчеркивается, что многие множества, не одно великое множество, но многие множества из разных мест, люди разного происхождения. Все они пришли к Нему. И это предвосхищает, что многие люди придут и войдут в Царство Божие. Писание говорит, «И пришли к Нему многие множества, имея с собою». Заметьте это. Иначе говоря, они привели с собой кромых, слепых, немых, увечных и иных многих. И вот что делают эти люди, эти многие множества. Все они привели с собой людей, имеющих нехватку в чем-то. Все они отражают порядок, который не является волей Божьей. Они не переживают его восстановление. Так что эти многие множества разного происхождения, вероятно, представляющие разные культуры, они привели с собой всех этих индивидуумов. Тут сказано, «Имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Ешуа». И это интересно, потому что в вашей Библии вероятно сказано, что они усадили их там. Но здесь слово «большей интенсивности». Если вы тщательно изучите его, это слово «повергнуть», «бросить». И оно показывает восторг, оно показывает энтузиазм. Я бы еще и сталковал так, что оно показывает могучее ожидание. Итак, «они повергли их». И вот второй раз. Помните, я сделал акцент на слове «пара». Это слово означает «близко», «рядом», «у». И мы видели раньше, на примере Галилейского моря, и этот термин, «галилейское море», если вы посмотрите, к примеру, пророчество Исаии, там сказано о море в последнем стихе 8 главы. И это Галилейское море. Вот где свет, просвещение, откровение, дело Мессии. Вот где оно начнется. И вот мы видим то же самое слово «близко», «рядом», «для другого местоположения». И какого? Тут сказано «и повергли их к ногам Ешуа», у ног Ешуа. Нам необходимо извлечь из этого отрывка представление. Быть у ног кого-то это позиция подчинения. Это не совпадение, не случайность. Здесь великая мудрость, великая значимость, что все эти великие множества хромых, слепых, немых, увечных и так далее, все они могут быть повергнуты, брошены к ногам. Чьим ногам? К ногам Ешуа. Это подчинение, признание его идентичности как сидящего на престоле, признание того, что он царь, мессия. Помните, мы не раз говорили, что слово мессия может так же пониматься, как помазанник, царь. И что он сделал? Что ж, Писание говорит в 30 стихе, «он исцелил их». Никаких исключений. Все они были исцелены. Так что множество снова, множественное число, множество удивлялись. Они никогда не видели, чтобы такое большое разнообразие людей с физическими проблемами в одно мгновение были исцелены. И Писание говорит, так что, то есть, поэтому в результате множества они удивлялись видя немых говорящими, увечных, здоровыми, хромых, ходящими и слепых, видящими и прославляли. Ключевой момент. Кого они прославляли? Бога. Но обратите внимание на уточнение здесь. Тут сказано «Бога Израилев». очень важно. Почему? Тот факт, что тут не сказано просто «Бога», а «Бога Израилева» очень информативен. Он учит нас чему-то. Нам необходимо что-то понимать. Слово «Израиль» подразумевает царство. Я скажу еще раз. Слово «Израиль» подразумевает царство. Вот почему, если вы в поместном собрании, общине, церкви, где пастор часто говорит об обетованной земле, земле Израиля, как о Палестине, он находится в заблуждении. Возможно, вам надо подойти и сказать с любовью, уважением, что происхождение термина «Палестина» говорит о людях, которые хотят воспрепятствовать, остановить цель Божия. Значит, нельзя называть землю обетованную, которую Писание называет Израиль, нам нельзя называть ее Палестиной. И эта фраза «Бог Израилев» придает этому отрывку контекст царств. Иначе говоря, тот факт, что Бог Израилев говорит о будущем, о понимании, речь о реальности царств. Не интересно ли? При описании царства используется Израиль. Если мы хотим быть пророчески правильными, мы должны использовать термин «Израиль», а не оскорбительный для Бога термин «Палестина». Что ж, перейдем к 32 стиху. Это второй отрывок, который мы изучим сегодня. И это великое чудо. Мы уже встретились с чудом в предыдущей, 14 главе, когда было накормлено 5000 человек. Здесь похожее чудо, но не то же самое. Здесь накормлено 4000. Есть тут значимые различия, чтобы научить нас большему значению откровения. То, что насытились 5000, это чудо учит нас одному. Мы сейчас вспомним. А то, что было накормлено 4000, научит нас дополнительной истине для того, чтобы нам иметь более полное понимание личности и дела на Мессии. В этом-то и суть нашего изучения. Когда я говорю «наше изучение», я имею в виду все из них. Наша цель возрастать в понимании того, кто есть Иисус, что Он сделал и что Он сделает. Вот почему мы заинтересованы в Мессии Иешуа. В том, кто Он, какое Его дело было, есть и какое будет. Посмотрите 32 стих. Но Иешуа призвав учеников Своих, то есть Он обращается к ним напрямую и сказал. И заметьте, есть связь с того, что мы только что изучили, об этом великом чуде множественных исцелений, великого множества больных людей, тех, которые были глухими, хромыми, парализованными, слепыми. Есть связь. Это то же самое местоположение. И Иешуа сразу же после этого зовет учеников и говорит, «Жаль мне народа». Нам надо задаться вопросом, что вызвало это милосердие. Это сострадание можно понять и так. Слово здесь происходит от греческого слова и означает «наполнить что-то в вашем желудке». И это слово «сострадание», слово великой заботы, слово, которое побуждает кого-то действовать так, чтобы облегчить страдания другого. И о чем он говорит здесь? Весь стих. Еще раз смотрим 32-й. Ешуа же, призвав учеников своих, сказал им «Жаль мне народа, что уже» и это эмфатичное слово, «что уже три дня находятся при мне». «Они продолжают находиться со мной три дня». Почему три? Три для цели открыть что-то. И он откроет важную библейскую истину в этом чуде кормления четырех тысяч. Итак, он испытывает сострадание. Люди находятся с ним уже три дня и намерены оставаться и дальше, и они не думали о пище, но он думает. Он сказал, им нечего есть. Итак, три дня они были свидетелями великого чуда исцеления и посреди этого он учит и говорит середина 32 стиха «Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Таким образом, его заботит их физическое состояние. Мы увидели чудо, которое показывает, что его заботило их духовное состояние, а теперь его заботит их физическое состояние, что у них нет пищи. А почему они без пищи? потому что прилежно хотят слышать Слово Божие, его учение. 33 стих. И говорят ему ученики его. И вот это интересно. Почти всегда Ишуа хочет сделать одно, думает в одном направлении, а его ученики думают совершенно в другом. И это послание для нас, потому что мы его ученики. И нам надо заботиться о том, чтобы мы думали так, как думает он. Это жалко и ничтожно, когда мы пытаемся убедить Бога согласиться с нами, когда мы хотим, чтобы он думал, как мы. Это неправильно. Но нам надо умолять Бога, чтобы он открывал нам свои мысли, то, как он видит все, перспективу, и чтобы нам иметь великое желание исполнить это. Все, что он открывает нам, этого мы и хотим. Так что его ученики говорят им, откуда нам, то есть откуда нам взять, а где они находятся? Пустыне, в бесплодном месте. Мы говорили о том, что бесплодное место. Всякий раз, когда Писание говорит о пустыне, бесплодном месте, это всегда несет с собой другой контекст. И какой? Зависимости от Бога, доверия Ему, упование на Него. И вот проблема. Ученикам трудно доверять Мессии, зависеть от Него. И знаете что? Вероятно, это относится и к вам, и ко мне тоже. Понимаете, мы склонны полагаться на наше собственное понимание. Не делайте так. Ведь именно этого враг и хочет от вас. Доверяйте Богу, полагайтесь на Него. Так что ученики говорят, а откуда нам взять пустыню? Далее сказано про хлеб и далее, чтобы накормить. То есть откуда нам взять в пустыне столько достаточно хлебов, чтобы накормить столько народа. Столько. И слово столько количество народа и столько, сколько хлеба требуется. Все это соединено вместе. А почему? Что ж, послание таково. Ученики думали по-человечески. Они думали о физическом обеспечении, но не думали о том, кто говорил с ними. Этот отрывок показывает неспособность учеников к духовному созреванию. Позвольте вас спросить, у вас тоже проблемы с духовной зрелостью? Бог учит вас чему-то. Он приводит вас в ситуации. Иногда это может быть трудный, болезненный опыт. А вы учитесь из него? Вы схватываете, чему Бог хочет вас научить? И вот в этом месте Писания ученики думают о человеческом, о физическом, природном, а не о том, кто с ними, о Мессии. 34 стих говорит им Ешуа, сколько у вас хлебов? Но важный союз. Он говорит, что у нас есть. Он с ними и он может восполнить. Что касается этой фразы, есть очень важное еврейское слово лошлим, что означает восполнять. Это и делает Бог. Он берет то, в чем нехватка и заполняет, восполняет. Такова его природа. Эта Мессия собирается продемонстрировать снова этим медленно созревающим ученикам. Но они сказали семь. Имея в виду семь хлебов и немного, и далее изменения. Если мы вернемся к 14 главе и к кормлению 5000, там использовано обычное слово «рыб». Но здесь слово несколько другое. Оно означает маленькую рыбку. Итак, у них было семь хлебов и немного рыбок. Число не указано. Когда было накормлено 5000, нам сказано, что было пять хлебов и две рыбы. Здесь по-другому. Семь хлебов и немного рыбок. 35 стих. Все это начинает чудо, свидетелями которого мы станем. Все это начинается с повеления множеству народа сделать что-то. Вероятно, в вашей Библии сказано «сесть», и это нормально. Но тут использовано уникальное, необычное слово, не то же самое слово, которое сказано о Мессии, когда он взошел на гору и сел там. Но это слово не «сесть», а «возлечь». И обычно в Библии оно используется когда собираются принять пищу, праздничную, значимую еду, такую, которую вы едите в шаббат или новомесяще во время значимого события, такого, как свадьба, бармитсва, обрезание, бритмила, что-то имеющее великую значимую. И тот факт, что это повелевает людям возлечь на землю, далее берет семь хлебов и рыбу. Здесь обычное слово «рыба» воздает благодарение и преломляет, разламывает хлеб, то есть делит его и дает ученикам во многом так же, как и в прошлый раз. Но это подчеркивается другой союз. Почему? Потому что ученики раздали народу. И мы видим что-то. Бог обеспечивает нас, а мы раздаем. Мы становимся сосудом для раздачи Божьего обеспечения. Так что вам следует сказать, «Боже, используй меня для того, чтобы я был инструментом благословения других, чтобы ты мог использовать меня для распределения твоих благословений другим». 37 стих. «И еле все и насытились, и набрали». И это слово означает «сверх того». оставшееся изобилие и набрали оставшихся кусков. И что они сделали? Они собрали оставшиеся, эти оставшиеся куски, это изобилие, и оказалось семь полных корзин. Вспомните, при кормлении пяти тысяч было двенадцать, а здесь семь. Я хочу, чтобы вы увидели, что здесь есть значение. Когда мы рассматривали кормление пяти тысяч, это показало что-то, а именно то, что Израиль переживает свободу через Мессию для исполнения его цели. Но что касается этого случая, смотрите, что говорит Писание. и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было сколько? Четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. Четыре тысячи. Четыре — это глобальное число, весь мир. Семь и четыре тысячи. Цель Мессии через свой порядок принести освящение. Он осуществит свою цель. Число семь относится к святости в цели освящения. Мессия принесет освящение миру. 39 стих. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинске. Еще одна местность у Галилейского моря. Опять-таки Мессия сделал великое чудо с целью откровения, чтобы нам знать истину и внедрять ее в свою жизнь. Что ж, на этом закончу. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Заблагословит вас Господь в нашем мессии Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.